В минувшее воскресенье Тверь отметила 888 день рождения. В городе работало порядка 30 площадок, где проходили различные мероприятия. Праздничное утро по традиции началось с возложения цветов к памятнику Михаилу Тверскому. О том, как столица Верхнего уже отметила праздник, рассказываем в нашем сюжете. Уже много лет День города Твери начинается с церемонии возложения цветов к памятнику святому благоверному князю Михаилу Тверскому. В ней участвуют глава города, депутаты и представители общественности. Еще одна давняя традиция Дня города – это вручение региональных и городских наград выдающимся жителям Твери. В этом году памятные знаки, почетные грамоты и благодарности были вручены 19 тверетянам. Нам есть с вами чем гордиться, о ком говорить и в сфере промышленности, строительства, науки и образования, обороны и медицины, культуры и спорта. И по традиции в этот день мы с вами чествуем особо отличившихся за предыдущее время тех людей, которые несли свой вклад в историю города, которые формируют сегодня его современные образы, формируют его будущее. В день рождения столицы Верхневолжья многочисленной площадки посетили десятки тысяч людей. В городском саду выступали творческие коллективы, звучали композиции на стихи поэта Андрея Дементьева в исполнении Тверского эстрадно-духового оркестра. Для меня День города – это очень важный день в году, поскольку все тверичи собираются, начинаются разные гуляния, много развлечений, можно много куда сходить в этот день. На улице Советской развернулась выставка-ярмарка «Тверь мастеровая», где гости праздником могли приобрести сувениры с символикой Твери, изделия декоративно-прикладного искусства. Мы приехали с Могилёва на День города Твери, прямо со Славянского базара из Витебска. Я вот привёз поднепровскую народную традиционную глиняную игрушку, в основном свистулька. Ещё одной большой площадкой празднования Дня города стал Парк Победы. Здесь проводились спортивные, народные, подвижные и настольные игры. А сотрудники библиотеки имени Герцена организовали для жителей летний читальный зал. Это объединение людей, семей, это знакомство новое, это хорошее проведение времени, знакомство с новыми мастерами, это участие в мастер-классах, потому что в обычные будние дни не встретишь человека в прекрасной ряженой одежде, телегу, например, концерт. У них у всех есть возможность, а это уникальная возможность для всех жителей города Твери. На противоположном берегу Волги на набережной Афанасия Никитина проходил фестиваль Твери-молодёжная столица. В течение дня здесь проводились турниры по баскетболу, волейболу, настольному теннису, спортивные мастер-классы и открытые тренировки. На пирсе городского сада проходит фестиваль на лодках класса «Дракон», а также показательные выступления на замечательных, красивых и больших белоснежных яхтах. Завершающим мероприятием дня города стал праздничный фейерверк.